здравствуйте я Олга Караджаер и вы смотрите мой веган канал кому из вас нравится тыква так вот я ее просто обожаю причем в абсолютно любом виде в сыром печеном тушеном в общем я ее готовлю по разному сейчас я хочу приготовить тыквенные оладьи наверняка все вы умеете их готовить я покажу как делаем их мы для этого я взяла тыкву одну картошку чтобы оладьи не разваливались и получались лучше также буду использовать немножечко молока у меня маковое молоко половинку лука мне нравится ощущать немножечко лука в оладьях дальше я буду использовать такие специи как куркума соль черный перец также разрыхлитель добавлю немножечко петрушки я очень люблю добавлять зелень буду использовать муку с добавлением отрубей поэтому у меня получилась вот такая вот отрубная мука и буду жарить на совсем малом количестве растительного подсолнечного масла буду добавлять по чуть-чуть и так начнем на терке я натерла тыкву картошку очень мелко порубила лук теперь я начинаю все это собирать вместе добавила лук добавила петрушку теперь насыпаю мои специи соль перец куркума разрыхлитель выливаю молоко и все это мне нужно сейчас перемешать я все размешала смесь получилось у меня немного суховатая поэтому я добавлю еще немножечко сюда макового молока когда постоит то дает сок дает сок в принципе становится жиже с солью когда постоит так вот теперь можно уже размешать и добавить муки ложки 3 добавляю муки размешаю и посмотрю хватит или нет я добавил еще одну ложку муки теперь в эту же смесь можно добавить одну ложку растительного масла и тогда оладьи будет меньше прилипать и понадобится меньше масла чтобы лить на сковородку все моя смесь готова теперь можно выпекать оладьи выливаю одну столовую ложку растительного масла на сковородку и разогреваю теперь один за одним таким образом выкладываю на сковородку мои оладьи немножечко придаю им форму немножко разогрела сковородку и уменьшила до минимума огонь чтобы они немножечко готовились на маленьком огне не слишком быстро все теперь пусть и пекутся до золотистой корочки переворачивать буду покажу и с другой стороны допекаю вот такие красивые яркие получились у меня оладьи первая порция теперь добавляю опять примерно одну столовую ложку и пеку дальше следующие оладьи таким образом таким образом пеку использую всю мою смесь рецепт рецепт быстрый простой не требует особых затрат и приготовлений зато получается очень вкусно и сытно и я немного смешиваю яйца и яйца так и яйца 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 Обычно мы их кушаем с большим количеством свежих овощей, зелени, с квашеной капустой, со свежевыжатым апельсиновым соком, а также с домашним кетчупом или помидорным соусом. По-другому можно назвать. Советую всем приготовить тыквенные оладьи. Спасибо вам за то, что вы просмотрели это видео. До новых встреч! Пока!